Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Вот гулял я по Английской набережной, я сюда забегаю, тогда у меня обед, по-быстрому пройтись, посмотреть. Нажел дом по Английской набережной, дом номер 50, так называемый дом Капнистов. Но Английская набережная и дома, которые расположены, они одновременно выходят на Английскую набережную и своей тыловой частью на Галерную улицу. То есть Английская набережная, дом 50 и Галерная улица 51. Архитектор этого дома, господин Целлер ВП, год постройки 1830-1902. Все эти данные я беру из Википедии, так, наверное, интересно послушать про этот дом. Да мне и самому интересно, когда я что-то такое хожу, интересное мне. Ну вот первая застройка дома 50 была проведена в 18 веке для Англии Яковлевны Шереметьевой, которая была дочерью Баряевны, сенатора Якова Долгорукова. У нее не было детей, после ее смерти участок, который ставил дом, перешел к ее племяннику Александру Алексеевичу Долгорукову. Как бы он был поделен между ними Порова. Ну вот там было достаточно много детей, и надо было еще делить там на четверть, на еще, 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 еще. И поэтому, чтобы избежать вот этого дравления, все-таки были умные люди, империатрица Екатерина II передала все это владение старшему брату Александру. А в 1785 году он продал этот участок купцу Мейбому Якову. Тот, видимо, думал, 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 ну и через пять лет продавал за 20 тысяч рублей Михаила Алексеевичу Голицыну Камергеру. В 19 веке этот участок, точнее этот особняк перешел к генерал-адъютанту Василию Васильевичу Левашову. А в 1830-х годах все это дело перешло Александру Николаевичу Стенбок-Фермору. Вот такой достаточно известный, те, кто интересуется архитектурой, строительством зданий по Петербургу. Вот лично я знаю два дома его. Когда он перешел, это особняк Стенбок-Фермор, он его перестроил, и вот до сих пор он, в принципе, имеет такой же вид, который был в то время, в 1830-х годах. Этот дом интересен тем, что в 1859-62-х годах этот особняк снимал князь Отто фон Бисмарк. Да-да, тот самый Бисмарк. В то время он был русским посланником, ну а в будущем канцлер Германской империи. Сначала он жил на мойке, но ему не понравились там условия. Ну, я представляю, действительно, там, видимо, была грязь, пьяницы болтались. А все-таки английский, я навижу, на это было лицо такого города. Тут швыртовались различные суда, проходы. Да и люди в округе жили такие, такого же уровня, как и он. Поэтому Отто Бисмарк снимал это здание, этот особняк жил. Жена ему прислала мебель с Прусси, а аренда ему стоила порядка 7 тысяч рублей в год. Это в то время было достаточно дорого, там можно было за 3 копейки купить. Честно говоря, я не знаю, что можно было купить за 3 копейки, но 7 тысяч рублей в год это было дорого. У меня было очень много слуг. Ну, а теперь о главном человеке, благодаря которому я заметил этот дом. Там висит табличка. Здесь жил Отто Эдуард Леополькард Вильгельм Фердинанд фон Бисмарк Шонхаузен. Или просто Отто Бисмарк. Первый кастлер Германской империи, который существовал план объединения Германии. Вот уважаемый человек, я думаю, до сих пор уважаемый человек Германии, выступал в защиту монархии, участвовал в создании Второго Рейха. Как вы, наверное, знаете, в его честь был назван линкор Бисмарк, который, правда, недолго повоевал на просторах Атлантики. Но это как-нибудь в следующий раз. Во внешней политике Бисмарк придерживался принципа баланса сил. Это можно посмотреть, что это такое. Еще раз повторю, что участвовал в создании Второго Рейха, был за монархию, принял активное участие в объединении Германии, ввел достаточно жесткую политику, будучи министром иностранных дел. А в России на его формирование политика, как дипломата, оказал вице-канцлер Горчаков. Он с ним достаточно много общался. Вице-канцлер Горчаков, известная личность. И Горчаков как-то сразу заметил Бисмарк и пророчил ему будущее. Он сказал про него примерно вот так. Ну, это вот я прочитал. Посмотрите на этого человека. При Фредерике Великом он мог бы стать его министром. Вот Бисмарк изучил русский язык. Здесь снялся достаточно неплохо. Он принимал участие в такой русской забаве царских особ и медвежьей охоте. В одной из такой охот он обморозил ноги. Даже ставил вопрос об ампутации. То есть, я думаю, что такой был серьезный мужчина. Мужик такой, я сказал. Провел он в России немного, около трех лет. После этого скончался король в 1861 году Фредерик. Его перевели послом в Париж. После этого началась его карьера в правительстве. Одно из его высказаний звучит так примерно. Так как только железо может спасти нас. Освободить нас может лишь кровь от тяжелых цепей греха и от самоуверенности. Ну, поэтому его называли железный канцлер. И он, в общем, говорил о том, что решение большинства это ошибки при голосовании. Такого не должно быть. И важнейшие решения должны приниматься, опираясь на железо и кровь. Кстати, одним из высказываний, когда Бисмарк вернулся в Берлин, было то, что он завещал немцам никогда не воевать с Россией. Так вот, ну, жизнь расставляет. Нет, это просто по-другому. Война все-таки началась. Вот так вот мы погуляли, посмотрели, что небольшое здание. Потом жил очень известный человек. Вот фонд Бисмарк, первый канцлер Германии. Все, всем пока, всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok